Галиев, представляющий Казахстан, он из Актюбинска. 21 год Мавлету Батырову, соперник его еще моложе, ему Разгалиеву 19 лет всего. Но вот они уже в финале, выступают в финале такого престижного турнира, как Мемориал и Рыгина. Ну, мало того, что они выступают здесь. Они уже выступали на чемпионате мира в прошлом году. И Бауржан Разгалиев был девятым на чемпионате мира в Нью-Йорке. А Мавлет Батыров был четырнадцатым. Но за это время Мавлет Батыров стал бронзовым призером еще и чемпионата Европы. То есть опытный спортсмен. Можно только добавить, что он еще и чемпион России в своей весовой категории. Вот он добился минимального преимущества один балл. Забирает руку на ключ. Судья поднимает из этого положения в стойку. Не ушли за ковер. Один-ноль. Впереди наш борец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока. Атака и защита, скажем так, уравновешивают друг друга. Но вот судьи посчитали, что в портер надо поставить казахского борца. Велико желание победить в этом поединке финалом как у казахского спортсмена, так и у спортсменов в России. Ну, конечно, Мавлет Батыров, он явно мечтает выступить на Олимпиаде в Афинах. И вот так победа в этом турнире, конечно, ему дополнительные очки добавит. Да, конечно. Сейчас любой турнир, а тем более такого уровня, победа в нем на вес золота. Не только золотая медаль, но и сразу же шансы увеличиваются попасть в Афины. Ну, сейчас нужна победа, во-первых. Во-вторых, нужно успешно подготовиться и успешно выступить на чемпионате России, который будет практически ставить точки над их. Наши спортсмены вольного стиля успешно выступали на Олимпиаде в Афине. Я думаю, что они также успешно подготовятся и выступят на Олимпиаде в Афине. У нас большой потенциал. Несколько очень хороших школ на Северном Калказе, в Красноярске. Это национальный вид спорта для многих наших народов, населяющих большую и необъятную нашу Россию. Закончился первый период. Минимальное преимущество нашего борца. Но это преимущество надо развивать. Ну, я думаю, что, в принципе, ведет Мавлет минимально, но его позиции, мне кажется, более-таки серьезные. Потому что он не делает ошибок практически. И на приемы казахского спортсмена, который пытается, он работает с дистанцией. Вот видите, с дистанцией, как челнок работает. Он чувствует все эти проходы, держит его на определенное расстояние. Не пускает. Видите, вот сейчас раздергивает казахский спортсмен. Он, как челнок, хочет войти с головы в корпус. А он держит его, очень хорошо контролирует. В то же время не уступает ковра. Была более-менее реальная попытка у казахского спортсмена вывести из раздражения. Это еще одна попытка. Ну, это вот он его приглушил. Приглушил попытку. Сейчас посмотрим, что будет делать. Вот видите, перевернув он. Вот это два балла. Ну что ж, это уже серьезное преимущество. И тут же возвращается в положение сзади. Он же может начинать борьбу сзади для того, чтобы, может быть, еще и накатить. Ну что ж, инициатива прочная. Так, судя по всему, завладел Мавлит Батыров. Он не просто ведет в этом поединке, он диктует его ход. Не, ну, уверенно борется. Уверенно борется. Он, Мавлит, не останавливается. Как только сознатачивается казахский спортсмен для атаки, он сразу же уводит этот захват в сторону. То есть уже нету этой подготовки, которую делал казахский спортсмен. Видите, раз, только не вошел. И хотел верять под правую руку. А уже он его опять выиграл сразу на весе. Незаметно, но так четко. Вот видите. Так четко-то пресекает все действия. Сейчас забрал за шею. Придерживает. Вот то, за что он зарабатывал два балла. Помните? Эти два балла. Вот еще пытался. И остался внизу. Хотел делать. Молодость. Балл проиграл. Да, один балл дали казаху сейчас. Один балл проиграл. Когда он неплохо катит, он руку выставляет, видите, левую. Сейчас уже лучше. Пытается он развить успех, пытается накатить, но не получается. Немножко устал. Немножко устал, чувствуется. Но он как-то немножко уже так был уверен, да, что все складывается по его сценарию. Хотел еще раз провести вот этот, как говорят в борьбе, переворот, лампочка, так бульгарно называют этот прием. Он один раз провел, его два балла заработал. И хотел второй раз. Но не очень четко и неуверенно. У Чудки остался на один балл внизу. Тем не менее преимущество он сохраняет. Времени все меньше и меньше. Да, ну осталось там 10 секунд. Это, я думаю, тут уже вопрос решен. Здесь он уже четко пресекает все попытки казахского борца. И... Да, вот его тренер из Махачкалы. Радуется успеху своего ученика. Ну что ж, вот в этой весовой категории в итоге у Мавлет Батыров выигрывает золотую медаль. Мастер спорта международного класса из Махачкалы Адам Батыров. Из Хасаверта становится бронзовым призером. Вот в этом виде программы очень хорошо выступили наши ребята. Следующая весовая категория. У нас 66 килограммов. И мы должны сначала посмотреть поединок за бронзовую медаль. В поединке за бронзу. Так же, впрочем, как и в поединке за золото. То есть здесь все четыре финалиста представители России. Ну а нам показывают сейчас фрагменты вот...